Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет Huawei P40 Pro. Помимо самого обзора, расскажу вам про опыт эксплуатации этого девайса. Мой P40, собственно, вот такого вот голубоватого оттенка. Он уже весьма поезданный. Ломай меня полностью. Успел поцарапать камеру, причем значительно. Но это, к счастью, никак не повлияло на характеристики самой камеры. Да, поговорим про дизайн. Да, этот смартфон получил весьма привлекательный дизайн. Как по мне, у него такой мини-экран-водопад. Причем не только с боковых сторон, как это обычно принято в смартфонах, но и также сверху и снизу, что делает его таким вот как, не знаю, как гальк что ли. Со всех сторон, также и сзади. Поверхность корпуса стеклянная, то есть задняя сторона. Но стекло не глянцевое, а матовое. И вот таким вот образом немножечко переливается. То есть это не такой градиент, как был в P30 Pro. Там был такой вырвиглазный градиент. Тут это уже более такой строгий стиль. И да. Но скажу я вам, что пользоваться этим смартфоном без чехла не очень-то и удобно. Царапин немного на задней стороне, то есть поцарапал саму камеру, но это все из-за того, что эта камера выпирает вот таким вот образом. Использовать этот смартфон без чехла я, конечно, вам не рекомендую. Конечно, не те ощущения. Если вы понимаете, о чем я. Поскольку, когда пользоваться им без чехла, он вот такой вот, вот эти вот грани, они все очень хорошо чувствуются. А если вы оденете чехол, эти все грани немножечко закроются и будут не те ощущения. Но зато ваш смартфон будет в безопасности. В целом, дизайн этого смартфона еще актуален и в 2021 году, как по мне. И если вы не хотите переплачивать за смартфоны, поскольку этот смартфон до сих пор является практически самым лучшим камерафоном на рынке. Возможно, я, конечно, и ошибаюсь, но есть еще Mate 40 Pro. У него камера еще более прокачена, чем у этого. Этот смартфон все равно является одним из лучших камерафонов на рынке. Промарка самого корпуса этого смартфона. Следы остаются, но из-за матового стекла этих следов практически не видно. Если приглядеться, то, возможно, вы что-то и увидите. Но, как я ранее уже говорил, что все равно лучше использовать этот смартфон со стеклом в первую очередь в целях безопасности, а во вторую очередь из-за выпирающей камеры, что, в принципе, сейчас на рынке практически у каждого смартфона. Да, боковые кнопки этого смартфона упаковали, собственно, с одной стороны. Тут блокировка и качелька громкости. Больше кнопок на этом девайсе нет. Да, также на нижнем торце вы видите, собственно, лоток для SIM-карты. Рассчитан он на 2 nanoSIM, либо 1 SIM и 1 microSD формата nano memory от самой фирмы Huawei. То есть использовать можно только их собственные карты памяти. Huawei P40 Pro, собственно, выпускается в разных цветах. Серебристым, золотистым, голубым, белым и черным. Этому смартфону также завезли защиту от влаги и пыли по стандарту IP68. Собственно, имеет возможность погружения в воду до полутора метров на 30 минут. Но, если ваш смартфон пострадает от влаги, это, скажем так, не облагается гарантией. Смартфон оснащен OLED-матрицей 6,58 дюймов с разрешением 2640 на 1200. Собственно, если я не ошибаюсь, это практически 2К. Если я не ошибаюсь, можешь поправить меня в комментариях, если я не прав. Соотношение сторон у этого девайса 20 к 9. Плотность точек 441 ppi. Да, у этого экрана поддерживается 90 Гц. Несмотря на свои габариты, он вроде бы как бы и фаблет, но он достаточно компактный. То есть он чувствуется хорошенько в руке, хоть и заявленная диагональ экрана достаточно, как и у фаблета. Этот смартфон по-своему компактный. Производительность в играх, что, кстати, у него стоит Kirin 990 на 8 ядер. По производительности в играх никаких нареканий у меня, в принципе, не возникло. То есть играть можно во все, что угодно, и этот смартфон греется не так сильно, как в Самсунге. И да, что примечательно, у него на борту нет Google сервисов, как всем давно уже, наверное, известно. Но с течением времени, то есть этот смартфон уже вышел 11 месяцев обратно, если я не ошибаюсь. Извиняюсь за шумы. Да, 11 месяцев обратно, если я не ошибаюсь, конечно. И на борту он имеет вместо магазина Play Store App Gallery. Найти там, скажем так, не все можно, но по запросу каких-нибудь приложений он вам выдаст совет, где же можно раздобыть подходящую АПК-шку. То есть АПК-шка это что-то типа exe-файлов на винде. То есть вы просто устанавливаете и пользуетесь приложением. Те приложения, которые были у меня скопированы с Самсунга, они, в принципе, сюда накатились, кроме Google Drive, ну и YouTube. Но при этом он мне установил YouTube One Set. Это что-то типа премиум YouTube, поскольку в нем нет рекламы и в нем есть возможность воспроизведения YouTube в фоновом режиме. Скажем так, на смартфоне с Google сервисами я этим приложением также пользовался. Первое время мне было немножечко непривычно без Google сервисов. Я их накатил, но проблема в том, что при Google сервисах любой смартфон начинает тупить. Так же, как мой Самсунг, допустим, из-за бигдаты и тому подобного смартфон начинает со временем тупить. И иногда это происходит после двух месяцев с покупки. То есть попользовался пару месяцев, и ваш смартфон уже не тот бодренький, каким был раньше. Этот же смартфон бодренький и даст фору любому новому флагману, я бы сказал. И поэтому я обновил этот смартфон и пользуюсь им без Google сервисов. Единственная проблема, с которой можно столкнуться, это приложения, в которых есть активация только при помощи Google сервисов. Но таких приложений уже достаточно мало. То есть можно зарегистрироваться при помощи Facebook или тому подобного. Почту и тому подобное, все можно накатить отдельно и зайти, собственно, в Google аккаунт. Никаких проблем у вас с этим не возникнет. При копировании он мне также скачал Gboard и скачал приложения Files от Google. То есть, что странно, это же приложения от Google, и при этом он их накатил. А также я сделал ссылку Google Drive через, собственно, сам браузер. Смартфон без Google сервисов, но ведет себя как смартфон с Google сервисами. Ты недооцениваешь мою мощь! При этом он гораздо быстрее, поскольку Huawei заявляли, что их смартфоны со временем не станут тупее. А че так можно было, что ли? То есть, какими вы их достали из коробки, когда купили новый, такими они и останутся со временем. Ну, не считая диаградации батареи. Собственно, этим смартфоном я доволен. В данный момент у Huawei даже действует акция. Если вы купите этот смартфон на стандартном магазине, вы получите чехлы в размере трех штук. И также на выбор либо часы, либо наушники. Да, и при покупке этого смартфона сейчас у Huawei в официальном магазине, вы получите три чехла, наушники или часы. Что вы, конечно, выберете. Вся эта комплектация сверху будет стоить вам 1 евро, если вы покупаете из Европы. В русском магазине я, конечно, не уверен, какие акции. Но, скажем так, я в Европе. Если брать новый смартфон и отдать, скажем, какой-нибудь старенький S8, вы получите скидку в 200 евро и также стоимость вашего старого девайса. То есть может даже быть такое, что вы получите 400 евро скидку на новый смартфон. При том, что они сейчас, в принципе, подешевели. То есть на них уже 200 евро скидка и еще 200 евро за то, что вы будете менять на старый девайс плюс цену старого девайса. При этом новый девайс получится вам дешевле, чем брать те же смартфоны на бистоке. Да, смартфоном я доволен и могу только рекомендовать его к приобретению. Поскольку я сторонник того, чтобы не покупать самый новый флагман. Хотя иногда очень заманчиво. Так, тут пришел шпингалет мой маленький. Да? Да, поскольку этот смартфон до сих пор может тягаться с новыми флагманами 2021 года. Поэтому я могу вам смело рекомендовать его к приобретению. Поскольку дизайн актуален, железо актуальное, камера мое почтение. И цена у него на данный момент достаточно адекватная. Хоть и нет Google сервисов, но они прокачали свой App Gallery. И есть также приложение под названием APK Pure. И там вы можете найти все те же приложения, что и в Play Store. Да, по производительности в играх этот смартфон, скажем так, не уступает и самым новейшим флагманам. Таким как iPhone 12 и тому подобное. Да, играя в колду, я не смог много, скажем так, разрядить батареи. У меня получилось, по-моему, за час игры я разрядил всего там, может, процентов 15, если не больше. И это при максимальных настройках. Да, сейчас покажу некоторые кадры, видео и фото, как же может снимать этот смартфон при, скажем так, неблагоприятных условиях. Да, поскольку некоторые делают тесты днем на улице, и, скажу я вам, так даже может и старый какой-нибудь телефон справится. Но гораздо труднее смартфоны справляются в помещении или, скажем так, в сумерках или в темное время суток. Собственно, приступим. Субтитры сделал DimaTorzok Да, если ты хочешь больше обзоров смартфонов на моем канале, конечно, сегодня у нас не такой большой обзор, как какого мне бы самому хотелось. Но у меня есть возможность раздобыть несколько интересных флагманов на обзор на моем канале. И если тебе будет интересна эта тематика, напиши, пожалуйста, в комментариях. Я обязательно сделаю для тебя обзор. Прощаемся и все. Ну а на сегодня у меня все. Желаю тебе всего хорошего и до свидания.